Мы только за традиционную школу, только за это, только за традиционную школу. Нам не нужно, не нужны нам эксперименты. Дать бой одиозным экспериментам над детьми решили родители и учителя. Они утверждают, что досконально изучили проект о цифровой среде в образовании, за который так ратуют власти разного уровня, и опасаются, что он может обернуться ударом, как для детей в частности, так и для всей системы в целом. Нам пообещали, что у наших детей будет индивидуальная траектория развития. Они прописаны конкретно вот в этой цифровой школе. Что это значит? Это значит, что фактически будет устроена дискриминация по принципу толщины кошелька родителей. Мы это уже увидели этой весной, когда наших детей совершенно без спроса зарегистрировали на разных платформах, таких как учи.ру. И когда мы открыли эти платформы, мы увидели, что бесплатно есть только базовый пакет. Если вы хотите больше знаний, покупайте пакет такой, или другой, или третий. Интернет в малокомплектные школы, установка мультимедийного оборудования и доступ к электронным образовательным площадкам. Все эти блага, уверены родители барнольских школьников, только красивая обертка проекта. А в содержании тотальный контроль над детьми и лишение социализации. Где-то будет записана лекция на всю страну, и она одна будет прокручиваться по всем школам. И оценку им будет выставлять уже не учитель, им будет вставлять оценку искусственный интеллект, либо машина. То есть, как там это назовут. Да. А учитель у нас превращается в тьютера. То есть, учителя нам уже сказали, очень скоро будут не нужны. Не могу никуда выйти, домашнее узнать ничего не могу. Я начинаю всех родителей обзванивать. Я ненавижу эту цифровизацию, потому что я сама педагог, я ушла со школы, я против этой всей системы. Еще один минус дистанта, говорят родители, удар по здоровью детей. Многочасовые занятия перед монитором отражаются и на осанке, и на зрении ребят. А камеры и прокторинг, биометрическую процедуру отслеживания уже широко применяют в системе китайского ЕГЭ, наносят психологическую травму. Чиновники лукавят о том, что это внедрение, простите, интернета высокоскоростного и всего прочего. На самом деле, есть очень много минусов. Таких минусов, как постоянное наблюдение за детьми, то есть прокторинг. Загуглите, кто не знает, то есть это камеры постоянно. Почему бы чиновникам с себя не начать, да, не прийти в кабинет, не включить прокторинг, не тыкнуть пальчиком по компьютеру, снять биометрию, сидеть весь день вот так за компьютером. Волна народного возмущения прокатилась по всей стране еще в момент перехода на дистанционное обучение. Чиновники поспешили заверить, осенью учеба возобновится в привычном формате, в школе и за партами. Но барнаульские родители решили, успокаиваться рано, по Европе грядет вторая волна коронавируса. Что будет, если она наступит и в России? Снова учеба из дома? И как понимать слова ответственных чиновников о том, что не будет в дальнейшем массового перехода на дистант? Будет локальный? Тогда когда и где? Эти вопросы мы адресовали Министерству образования края. В ответ получили только краткое письменное пояснение. Информация, распространяемая в ряде сообществ в социальных сетях и других источниках о якобы переводе обучения школы в онлайн, недостоверна и не имеет под собой никаких оснований. Разрешит ли мэрия проведение митинга ответ открытый? Альтернатива выражению протеста – сбор подписей под петицией, которую скоро планируют запустить в социальных сетях. К слову, под печатным вариантом подписалось уже более полутора тысяч горожан. Никита Ермаков, Николай Шилко. День с толком. Я не знаю.